В начале июля в сессии состоится довольно необычный фестиваль, по крайней мере мне так кажется, это фестиваль общения. Именно поэтому мы сегодня пригласили организаторов этого мероприятия. Да, и организаторов этого мероприятия зовут Ева Морец и Ирина Кузнецова. Доброе утро, спасибо, что пришли в столь ранний час. Мы ждем от вас все подробности. Что же такое за фестиваль общения «Лампа» и неужели живое общение людей теперь становится фестивальным искусством? Да, именно. Обычно люди летом привыкли ехать на фестивали музыки. Это будет немножко другой формат, немножко другой фестиваль. И мы создаем этот фестиваль с целью давать людям возможность интересоваться о социальных, политических, общественных вопросах в фестивальной свободной атмосфере. Мы тоже хотим развивать культуру общения и культуру демократии в Латвии. На какие темы будет предложено поговорить людям, которые приедут в эти дни в ЦЕСИС? Очень-очень разные. Если вот так вот сказать, о чем будет фестиваль? О всем. Ну, это, если сказать о всем, значит, ни о чем. Но, в принципе, у нас будет для всех киноманы, театра, потому что у нас будут элитаризованные игры, постановки на актуальные социально-политические темы, как экран демократии, перемирить власти. У нас будут творческие мастерские, у нас будет программа, очень-очень интересная для детей, мини-лампы, где в сотрудничестве с организацией ЦЕСИСа Зинозо можно будет и ракету запустить, и, соответственно, в пузыре поплавать. Но это фестиваль будет, действительно, мы будем общаться на очень важные, актуальные темы для развития Латвии. Это и образование, это и энергетика, это и политика, но в более такой фестивальной атмосфере. Это не будет очень такое мрачное, угрюмое. Это все, действительно, будет с мыслью, с целью будущего Латвии. И такие фестивали, традиция в северных странах, в Швеции уже 45 лет происходит, Дания 5 лет обратно создала первый фестиваль, эстонцы 2 года обратно. И фестиваль, это проект очень многих организаций, более 45 организаций в Латвии, негосударственные организации, даже политические партии, люди культуры, предприниматели объединили свои силы, чтобы создать вот такой фестиваль. Более 150 людей уже участвуют в разных мероприятиях, чтобы создать этот фестиваль. Я немножко познакомилась с заявленными темами. Среди них здесь есть и пропаганда российских СМИ, и сексуальное образование детей, налоги, энергетика, в общем, такие достаточно ненейтральные темы для простого человеческого общения, порой даже вызывающие сильные споры. И вот подчас в компаниях друзей, наоборот, говорят, давай не будем про политику. Вот будут ли способствовать такие темы, такому спокойному, умиротворенному общению? Ну, немножко такой энергии тоже надо, там поспорить тоже надо, потому что это просто, ну, как бы часть от общения. Но мы считаем, что людям всем надо участвовать в состроении нашего государства. Но мы не можем так сказать, а там политики пусть они там придумают, а мы уже там покритизуем их потом. Самим надо участвовать, самим надо вникать, самим надо думать и следовать за разными вопросами. И фестиваль будет такое место, ну, там можно по семинарам бегать, по конференциям бегать, ну, там одна в неделе. А тут придешь, там все, все вместе, но в одном месте. Не, ну, что самое важное, у нас же есть такой-то кодекс общения, как мы выработали. Нам очень важно действительно развивать саму культуру искусства общения демократического, что мы выслушиваем, мы, как говорится, используем аргументы, но мы не критикуем абсолютно без основания, мы не хотим унизить человека, мы не хотим провоцировать людей. Мы, в принципе, хотим действительно открытого диалога и общаться на очень даже и на больные темы, и на веселые, и на серьезные, на разные темы. Но действительно, чтобы люди умели общаться, критически мыслить, аргументированно общаться. Поэтому у нас есть даже специальные мастерские по ораторскому искусству, критическое мышление, творческое мышление. Это все будет на фестивале, это все будет там. И поэтому, надеюсь, для нас важно, что это все происходит. И мы не одни, нас таких много, как я и сказал. Как вы думаете, жители нашей страны, жители Латвии умеют общаться? Правильное понимание этого? Да, мы сделали такой небольшой опрос, и мы спросили людей, ну как вы считаете, достаточно ли мы общаемся в Латвии? И 80% респондентов сказали, что мы недостаточно общаемся. Это очень-очень хорошие данные, потому что показывает, что люди хотят общаться. И я думаю, что такая культура дискуссии, что хотя бы у нас разные мнения, но мы друг друга уважаем, и мы друг друга интересуемся, что, скажем, это такая культура, которая может развиваться и в Латвии. Еще очень важный момент, что у нас на фестивале будет отдельная зона, называется «Разговор на кухне». Потому что все самые интересные разговоры всегда идут на кухне. И вот мы устроим специальную зону, где каждый, любой желающий, может будет сделать заявку, и я вот сегодня хочу поговорить о определенной теме. Соответственно, на доске можно писать, что Василий Иванович будет разговаривать на такую-то тему, во столько-то, во столько-то. И, в принципе, разговор общения может быть на любом языке, в любом формате. Это или дискуссия, или театральная перформанс, или это рэп, или это стихи. Потому что возможность озвучить свое мнение – это очень разный способ. Поэтому есть такая зона для всех желающих, кто придет к нам на фестиваль. Мы очень хотим, чтобы использовали возможность. И если Вы представляете красивый парк Цейсис, парк-замка Цейсис, в этом парке там будут три сцены, там будет очень много палаток, побольше и поменьше, и всякие разные инсталляции. Так что этот парк будет очень-очень живой в те два дня. Да, я тоже вот ознакомилась в программе фестиваля. Будет достаточно обширная культурная платформа. В нее можно включить, обозначить, что там будут идти инсталляции, о которых Вы говорите. Что еще? Кино, я читаю, театр. Кино, театр. У нас наш партнер идет идет театр, привозит свой спектакль, называется «Посуда». Это именно такое о женщинах, о жизни женщины. У нас будет и «Перемирь его власть», такой театральный перформанс, который у нас режиссер Дмитрий Петренко специально для нас придумал, для фестиваля имею в виду для нас. У нас будет «Экран демократии», где каждый может быть в такой… ну, не буду открывать карты, в таком интересном месте, в разных местах парка посидеть, посмотреть и слушать историю. Потому что смотря на определенный объект, можно рассказать об этом одним словом, можно рассказать по-другому. Соответственно, люди будут понимать, как мы воспринимаем реальность. И у нас действительно будет музыка. Не так, что у нас музыки совсем не будет. Хоть у нас культового фестиваля общения, музыка у нас будет. У нас будет «Омс Гравич», у нас будет акустическая музыка в зоне кухонных разговоров. Так что музыка тоже будет. Насколько я понял, каждый посетитель этого фестиваля может стать главным героем его, в общем-то, сделать этот фестиваль. Но для этого публичного выступления надо же обладать некой смелостью и опытом. Ну вот есть у нас мастерская ораторского искусства, критическое мышление. Человек может собраться. Не обязательно даже ораторского искусства. Но я думаю, стоит попробовать. Даже разговор на кухне, это даже довольно-таки интимная, скажем так. Эта зона не будет очень огромной. Она будет довольно-таки маленькая. Она будет рассчитана, может быть, максимум на 30-40 человек. Сколько там будет, неизвестно. Но я думаю, это возможность действительно встретить людей, которых ты никогда в жизни не встречал. Это неважно. Это по-этнической, или по-профессиональному встретить человека, который... Ой! Ну, я хочу сказать, что пусть люди не боятся. Если кто-то не хочет выступать, не хочет говорить, мы не будем заставлять. Можно просто послушать. Можно прийти и слушать. Можно прийти и слушать. Можно не разговаривать с ни с кем, просто послушать. Самое главное, приходить с семьей. Вот, кстати, то, о чем сейчас обмолвилась Ирина, как мне кажется, связано еще и с таким популярным движением, которое набирает популярность в последние годы, так называемый нетворкинг. Об этом ли фестиваль «Лампа» — это то самое движение, когда люди встречаются для того, чтобы кроме живого общения получить какой-то обмен контактами, завязать какие-то бизнес-отношения? Будет ли способствовать и «Лампа» этому? Конечно, конечно. И знаете, я только что была в Дании в фестивале, где на Борнхолме, сала Борнхолме, остров Борнхолме, и там участвовало более 90 тысяч людей, 5 миллионов жителей в Дании, и там было 90 тысяч людей. И там это была такая платформа для нетворкинга. Они сами говорили, у нас это как карнивал в Венеции, где все как бы правила падают. Простой человек может идти общаться с политиками, поразговаривать, пообщаться, узнать что-то новое, информация или что-то так, что, конечно... Ты можешь министру визиточку свою представить. Да, да, да. Имейте меня в виду. Много визиточек надо брать с собой, конечно. Потому что мы думаем, что все люди будут очень доступны. У нас тоже довольно-таки интересное мероприятие будет в пятницу, это 3 июля. Это дискуссия наших премьеров. Они, наверное, не бывшие все-таки, они были как-то премьеры, остаются премьерами. Что бы я сделал по-другому? И вот они все вместе соберутся, но, конечно, не все будет, кто-то не сможет. Пять больше примеров, которые будут говорить, а что же я сделал по-другому? Это будет очень интересный формат, потому что мы вот именно в пятницу, 3 июля посмотрим немножко в прошлое, а вот уже в субботу, 4 июля, мы будем смотреть будущее, что же у нас с Латой будет и что мы хотим. Мне кажется, на таких мероприятиях нужно обязательно назначить какого-нибудь арбитра или такого рефери, который, если вдруг градус обсуждения будет превращать... Чтобы он вовремя сказал брейк. ...показал красную карточку, если что, если вдруг какая-то жаркая совсем дискуссия выходит за рампу. Люди, 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 люди довольно-таки сами понимают, где там границы уже, где уже перестегнут границу, остановятся сами. Ну что же, давайте подытожим еще раз даты и что, где, когда, место, время. 3 июля, 4 июля. Начинаем 3 июля в 12 часов. Это пятница. Пятница, суббота. ЦЕСИС замок парка. Парк замка. Да, и все-все самое можно узнать на нашем домашней страничке фестивал слампа. В и в социальных сетях, мы в Фейсбуке, Твиттере, в Инстаграме, мы везде. С хэштегом фестивал слампа. Так что следите за событиями. У нас программа дополняется, пополняется. Если вы хотите принять участие, мы будем только очень рады. Потому что если нас много, значит, ну, мы были правы. Значит весело. Значит весело, да. Когда нас больше, значит весело.